Всем привет! Продолжаем играть в Морровинд. Находимся мы в логове Айслипа. Вот это вот повелителя Драуграф. Здесь пока я занимался починкой-перезарядкой стандартной, прибежал еще один Атронах. Вон тот. Они, кстати, называются Ужасный Атронах. И душа у них влазит в Великий Камень Душ. 1200, по-моему, там всего лишь емкостью, но тем не менее. В общем, ребятки его завалили, но душонку его я не захватил, к сожалению, не успел. Так, ну Айслип бежит опять вперед. Так, еще хоть стороны какой-то прибежал. Даже два. Так, ну и мне прилетело. Давайте лечиться. И Драуграф было бы неплохо тоже полечить, а то он полезен, в принципе, нам. Весьма полезен и весьма, кстати, неслабо его сносят. Так, надо восстановить здоровье, наверное, вот таким вот образом. Смотрите, они справились. Но единственное, что это, конечно, расточительно так лечить. Давайте будем лечить вот так. Прикасание. До хрена у него здоровье. Тут у меня всего лишь идет до пятнадцати пунктов. Прикасание у меня, наверное, нет более серьезного лечения никакого. Тут тридцать пунктов. Давайте вот такой вот применим. Оно тоже довольно затратное, но долгоиграющее. Позабираем с этих ребят морозную соль. Ну, Редгарда, я думаю, лечить смысла нет. У него и так есть регенерация. Замочек шестидесятого уровня. Посмотрим, что нам здесь поднесут. Ну, молоток я возьму. Короткий лук нам не нужен. Кольцо дорогой нам, в общем-то, тоже без надобности. Не забываем сохраняться. И у нас очередная развилка. Давайте пойдем вниз. Так, это тени, лежащих наверху. О, ребят. Так. Так. Что-то здесь как-то длинненько. Так, я смотрю, что, наверное, мы приближаемся к нашей цели. Да, не слабо, не слабо. Готов. Придется лечить его опять. Но в этот раз получше у него все обстоит. Нет, скорее всего, это тупик. Никуда мы не приближаемся. Только таким образом я прокачиваю восстановление. Кстати, сколько у меня уже? Кстати, 6 из 10. И навыка, вернее, бонуса к навыку, характеристики ни хрена нет. Только сила воли немножко. Это, конечно, плохо. Что у тебя с мечом? Нахватал я вот этих отарнах. Вот давайте, наверное, сделаем перезарядку. Да, вот таким вот образом. Меч возвращаем. И 6 камней я возьму у него. Сейв. Оп. Понеслась. Как понеслась? А если бы понесся? А наш Альфгард не особо понесся. Я все так вяленько побежал. Готово. Еще одна душа. В нашу копилку душ. Еще один замок 50 уровня. Северный короткий меч. Оцененное восстановление здоровья. Все понятно. Тупик. И 2 отарнаха. Это вот то, о чем я говорил в одной из предыдущих серий. Затянутый геймплей это называется. Так, ребятки, здесь. Не забываем сохраняться. Пополним немного магию. Какое я место нашел, смотрите, прекрасно. Надо было драугра еще полечить. Ладно, сейчас мы его полечим. Дневник дополнен. А что он дополнен? Ага, это конец. Мое время вышло. Ты оказал нам большую услугу сегодня. Как мне, так и всему народу этого острова. Теперь я могу упокоиться. Но прежде чем я уйду, возьми это. Да достанет у тебя силы воли продолжить твой собственный путь. Кольцо нам отдали. И Айсли подкидывает копыта. Было бы интересно, кстати, наложить на него заключение. Далеко ли у меня сейф? Кстати, сейф недалеко. Давайте попробуем. Давайте-ка. Но он, наверное, сагрится. Но я все равно попробую. Как раз, получается, он убивает вот этого последнего отронаха и сам тоже дохнет. Вот так сделаем. Посмотрим, что будет. Так. Да, мы захватили душу, кстати, слушайте. А куда она идет? Сприган. А, вот она и слит. Ну, 1200, так же, как и эти отронахи. В общем-то. Давайте посмотрим на кольцо. Кольцо должно быть вот такое. Увеличить силу воли, кстати, на 10 пунктов и магию на 75 пунктов. Но это однозначно нам нужно носить. Причем у меня слетело кольцо наставника. Ой, учителя. Ну, и от невидимости пока тоже я откажусь. Будем носить кольцо из липа. Сохранимся. Какой-то шорох странный я слышу. Не знаю, слышно ли вам. Но как будто он идет вот отсюда вот. Ничего там за стеной вроде бы нет. Ну и все, получается, здесь конец. Возможно, этот шорох идет от самого Айстлипа, кстати. Надо сейчас бы прислушаться. Идем на выход. Там нас поджидает Арганьянин. Ну да, наверное, это от него. Но потому что за этой стеной оно ничего не может быть. А по ощущению, вот отсюда звук. Ладно. Не будем уже заниматься фигней. От этих ребят такого звука не идет. В общем-то, нам нужно доложить ветроглазому и, наверное, смотаться на прокачку. Пойдем со мной. Так, тут у него как ничего не было, так ничего и нет. Пещер... О, подожди. Что за пещеры в Ялдинге еще? А мы тут были? Были. Илья забыл уже, слушай, что мы тут были. Но вообще нужно... Черт возьми, мне казалось, что тут должен быть просто сразу выход туда, в озеро, и все. Ну то, что я здесь был, это очевидно. Может быть, просто я забыл какую-то пещеру, потому что прошло пару дней после записи эпизода. Блин, тут еще лабиринт гребаный. Но не буду я все это здесь шарить. Давайте, наверное, вот сюда. Здесь может быть выход. По идее, наверх. Логично, да. Вот он, выход, скорее всего. Да. Все, разобрался. И у меня нет восстановления запаса сил теперь. То есть, сам пояс я отдал, и кольцо Азуры я снял. Но зато магии у меня 385 на 75 пунктов. А так, если я снимаю 309. А, ну то есть, он увеличивает минимум, получается, магия, а не максимум. А если я полностью восстановлю... сейчас у меня 385, а мы надеваем колечко и слипа, и становится 460. Да, вот это хорошо, мне нравится такое. Выплываем, короче, наверх. Так, а как тут выплыть-то? Ну, применяем левитацию, пока наши ребята не задохнулись. Ой, 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 не это, не это, левитацию, я сказал. Изменение повысилось. Ребятки наши там болтыхаются, а нам надо к витроглазому. Это вот сюда. Также я видел там пещерку, вот не помню, был я там сам или нет. Но сейчас нет и пещер, сейчас мы докладываем. Он повержен. Похоже, он представлял собой значительно больше, чем кто-либо из нас мог представить. Ты хорошо поработал. Отныне я буду город называть тебя Скалом. Теперь возвращайся в деревню Скалов. Я найду тебя там чуть позже. Меня ждут срочные дела. Хорошо? Хорошо. Я скоро встречу тебя. Ребятишек наших отправляем, наверное, в Альдрун. Сам я тоже направляюсь туда. Но нам нужно подтянуть меткость. Получается, у нас бонусов сейчас только сила воли. Прокачаю меткость, ну и что-нибудь еще, что там подвернется. применяем вмешательство Альмсиви. Не забываем сохраняться. Также ребят наших нужно будет починить. Редгарда я чинил, в принципе, не думаю, что он там сильно пострадал. Да и этот тоже. Что у него? Он их будет особо не вступал. Перепризвать ему лук, да и все. Ну и закупить стрел, кстати, нужно ему. Вот. У нас сейчас такие будут рутинные дела. Пока оставим его здесь. Да, осталось у него пять этих звезд, но пусть они будут. Лук, 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 мы ему призываем заново. И подсказали мне еще, кстати говоря, способ победить Светошу через разверение. Наверное, мы попробуем, если успею уже в этом эпизоде. Направляемся в Вивик. Возьмем что-нибудь на продажу. Это торговка она покупает в основном видимо оружие. Денег у нее, по-моему, десять тысяч. Можно взять что-нибудь дешевле десяти тысяч. Например, вот ибонитовый посох. И загнать за десятку. Это потом я все выложу. возвращаем. эту голову выкладываем и вивик. Здесь нам нужно в пояс перейти. сундуки сундуки не обновляются. Короче, как растения, так и сундуки. Я понял, что это, наверное, зря, я надеюсь, то ли баг, то ли фича. Непонятно. Так, здесь сразу же прыгаем вниз и вот он, этот магазинчик. И вот наша подруга. Так, отношения я уже поднял. Мы сразу берем обучение. Вот мы можем получить меткости. Получится у нее два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И мы получаем бонус к ловкости пять. Но я думаю, что ловкость и ловоль я возьму и все-таки удачу. Больше нам тут особо нечего повышать. Но выносливость, конечно, было прикольно, но это не прям срочно. А, восемь тысяч у нее, не десять. Ошибся. Но тем не менее, посох мы можем загнать. по оверпрайсу. Так. Отклонено предложение. А что такое, почему? Давайте торговлю повышать тогда. Посох. Отлично. Торговля повысилась. Но нам это нежелательно, конечно. Будет меньше бонус к силе воли. И закупаем стрелы. Здесь у нее большой выбор, но много стрел у нее и всяких болтов по площади бьют. Я их специально не стал брать. Например, как вот эти, видите, дротики. И урон у них неплохой. И зачарование неплохое. Но, видите, 20 футов. Нам это не нужно. Мы возьмем отравление. Он предпочитал там наш этот самый органянин. Именно вот эти вот стрелы. Поэтому я их закуплю. Но тут придется мне торговаться ради прокачки. 187 и давайте за 80. Нет, да, за 90. Вот, за 90. Стрелы у нее эти бесконечные, поэтому я наберу их побольше. Может быть, даже мы и уровень повысим сейчас. без прокачки силы воли. Так, это получается 150. 200. 250. Да, торговля растет. Но не торговаться я не могу, друзья, меня жаба задушит. 300. Весь это не много, поэтому я еще закуплю. 350. 400. Давайте до 500 добьем. ну вот и уровень. В общем, тот, что я и боялся. Ну, зачем ты опять колдуешь? Получается, что к силе воли мы получим только 2 бонус. да, это печально. Нам нужно еще три единички буквально мистицизма. Буквально три единички. Но ничего не поделаешь, придется обойтись тем, что есть. Все равно мы сделали полезное дело, а именно закупили стрел. и значит можем вплотную сейчас заняться святошей. Все-таки хотелось бы мне несколько камней заполучить. Направляемся обратно вальдрон. Хотя почему вальдрон? Так, ну у меня есть еще зелья к нолькаре миллионам и не пойдем. Давайте выложим ингредиенты, раз уж мы здесь оказались. Варить на раму никакие зелья сейчас не будем. Все у меня в целом есть. Так, шкуры вот эти за собой таскаю, но в надежде, что они мне пригодятся все-таки. Семь камней у меня при себе пустых более чем достаточно. Отдаем стрелы. Значительный перегруз, конечно, но ничего. Почему-то он экипировал кинжал. шлем вот этот? Ну ладно, потом я его заберу. Мы берем нашего воина. Все-таки, да? Лучник нам здесь не особо нужен. Давайте сохранимся. Призываем святошин. Накладываем заключение и разъярение. А, подожди, это у меня разъярить гуманоида. Нужно разъярить животное. Блин. Нужно же разъярять то животное. Черт. Это гуманоид. А животного-то у меня нет. Но, видимо, оно считается за животное все-таки. Грузимся. Чтоб заряда не тратить лишнее. Смотаюсь-ка я посмотрю заклинание это разъярение. Мне кажется, в Балморе оно должно быть. И пока что погоди здесь. А я смотаюсь в Балмору. Уровень святоши вот только я не помню, друзья. И спросить мы у нее не сможем. Так, но у тебя вряд ли призвать нет. Мне кажется, вот у Дрена было. очарование, уязвимость. Нет, и не у него тоже. А у кого? Развеять. Пёрышко. блин, вот еще искать, у кого это заклинание продается. Скрыть так, так, как вы знаете, не не пришлось тащиться к Тельбранору. Ну, давайте пробежимся по гильдиям все же. Что делать? Садрит, мору сгоняем. Может быть, здесь. Абуза. Абуза. Деморализовать. Нет, это не то. Так, ты только торгуешь. ты учитель. Вот, разъярить чудовище. Отлично. Покупаем. Соответственно, нам нужно будет сразу создать заклинание. Кто у нас тут создает заклинание и отчета? Он не создает. Ладно, отправляемся в Альдрон. Можем там создать. здесь есть чувак. Который точно создаст нам заклинание. Выбираем разъярить животное. Ну, пусть будет на удаленную цель. Давайте для верности поставим 20 пунктов. Хотя почему? У нас же 100. Сразу 100 ставим длительностью одну секунду. Этого нам хватит. ж вот так и покупаем. Ну и проделываем все то же самое. Выходим, цепляем нашего редгарда. так, сохраняемся. заключение и разъярение. да, Вроде бы работает, но вот невидимости у меня нет. Это, конечно, плохо. Прячемся за широкую спину редгарда и все работает, но захватывать барахлу я уже не буду настолько борзеть. Значит, пришел у нас камушек, да? Вот, цветоша. Что нам нужно? Мне нужно вещички на восстановление запаса сил и на ночной глаз. Наверное, так, да. Поэтому давайте еще одного святоши. Раз, два, и три. Ну? И че? А, наверное, отражает. То есть, она же отражает. Точно, я забыл совсем. Можно было, конечно, призвать этого алчущего. ну ладно. пока два хватит. Давайте что-нибудь зачаруем из вещей. У меня вот нет нормальной рубашки. Тут какой-то приказ у меня. Он, конечно, выполнил свою функцию, но пора от него избавиться от этой рубашки. Возьмем другую. все, ребятки, стойте тут. Единственное, что меч я у него, пожалуй, заберу на перезарядку. Сохранимся. Пойдем посмотрим. Что у нас тут есть по барахлу? Мантия у меня, кстати говоря, с параличом на 5 секунд. Не то, чтобы мне это было прям полезно. Поэтому мантию я выложу. Возьмем мы вот такую мантию изящную. И единственное, у меня вот такая вот рубашка. возьмем ее. Так, ну, обувь у меня понятно, сапоги, штаны с открыванием. У меня, кстати, штанов все равно нет на замену. Как ни странно. И пояс давайте возьмем. Посмотрим, куда что влезет. По сути, что у меня еще перчатки. Невидимость мне уже не нужна. Так, и вторая перчатка у меня на левитацию при касании. Это полезно. Это пока я потаскаю. Давайте смотреть. Сразу же берем вещи на обмен. Броню она не носит, поэтому смело берем наверное что-нибудь из брони. Желательно что-нибудь подороже. сразу два сделаем и обменяем на что-нибудь дорогое. Давайте 35 это, пожалуй, слишком. 17 возьмем один щит. 28 тоже дороговато. У меня какие-то все очень дорогие вещи. ну вот эти вот возьмем парочку. Ну и на обмен еще вот эти. Пойдем смотреть что мы можем впихнуть в эти вещи. Конечно же торговлю нужно повысить. Сохраняемся. И смотр никакая не торговля. Подожди зачем ты это делаешь. Зачарование. Так вот у нас святоша. Давайте сразу рубашку. Восстановление запаса сил. Нет сначала свет. У меня был свет либо ночной глаз лучше наверное давайте да? Кошачий глаз. Так только вот здесь постоянный эффект на себя не так уж много и влезет смотрите 15 пунктов давайте пока так и восстановление запаса сил вот так вот на себя 6 пунктов ну кстати недорого весьма недорого назовем рубашка светлых сил покупаем далее второй камушек так что у нас тут ну по емкости что пояс что мантия одинаковые поэтому давайте возьмем пока пояс или нет давайте мантию на постоянный эффект посмотрим кто сюда влезет на призыв ну святоша кстати просили меня показать смотрите если берем святошу емкость 276 то есть нету таких предметов в игре мы не сможем сделать такой эффект именно постоянным дримора 140 и не в этом нах 135 понятно что сюда ничего не влезет даже крупный ходячий труп не влазит но остальное все мне не особо то нужно уже с кланой тут 110 на сколько мы сможем повысить интеллект так интеллект на 8 пунктов но что то знает либо можно повысить например нашему ридгарду на те же 8 пунктов получается да мы сможем длинные клинки им повысить да это те же 8 пунктов будут 8 пунктов это ни о чем конечно можно повысить силу на те же 8 пунктов это будет я считаю более существенно для него да можно призвать ему доспехи кстати ну-ка ну меч нет щит нет ботинки по моему у него десяточка шлем нет получается кираса у него нормальная на плечнике мы не сможем призвать только получается ботинки ну такое себе конечно такое себе может восстановление какое-нибудь еще добавить или сопротивление так вот дожили нечего впихнуть даже ботинки призвали давайте восстановление пихнем туда запас сил я думаю что здоровье лучше наверное все-таки а ну и все и не влазит уже ничего если только первым пунктом восстановления здоровья пихнуть о ботинке потом ну-ка а это еще дороже получается да ладно тогда я повышу себе интеллект и не буду парить мозги интеллект пусть восемь пунктов но вот так играться вот здесь вот снять надеть я не буду и что-то у нас все получилось очень дешево 4 и 6 там всего десятку 11 300 а я что-то прямо разошелся отлично продали в два раза дороже чем она изначально хотела покупать надеваем сразу же эту мантию иди твою мать это уменьшение интеллекта я сделал вот это я дебил вот это я дурачок и что у меня теперь понизился интеллект нужно восстанавливаться что ли давайте-ка 385 да вроде нет сделаем на всякий случай вот здесь восстановление а что смысл надо грузиться один хрен камень там испортили давайте загрузимся прошу прощения за тупизну так торговля зачаровываемся заново что что я там брал рубашку рубашку на ночной глаз да 15 а так постоянный эффект кошачий глаз 15 пунктов и что-то еще я брал восстановление какое-то что-ли да восстановление запаса сил вот так вот покупаем рубашку и соответственно мантию мантию мы изочаровывали на увеличение интеллекта увеличить характеристику интеллект опять-таки на постоянный эффект на 8 пунктов точно увеличение но мантию переименовывать смысла не вижу покупаем тут же торгуемся продаем вот эти два дротика все надеваем повысился интеллект и того у меня 413 ну плюс еще там 75 с кольца неплохо жить можно посмотрим как сработает сейчас восстановление до скачи до каких цифр он не восстановит но только до максимума а если я сожру еще зелье у меня наверное таких зелита и нет маленьких это дохрена вот можно пожертвовать ради эксперимента а что кольцо снял что ли или его нужно перенадевать каждый раз то есть она больше не восстанавливается больше максимума значит нужно его перенадевать и тоже нет в смысле я не понял а как это работает увеличить магию 75 пунктов 413 или может быть после мантии ну-ка давайте снимем мантию перенаденем кольцо сейчас у меня мои 385 законных еще раз восстановим что за книга надеюсь не в постели с бы этой так и надеваем сначала кольцо а если по да сейчас работает а теперь мантию вот вот так работает очень странно друзья очень странно как-то нужно еще с этими блин вещами играться как было в оригинале я уже не помню честно говоря лишнее мы все выкладываем так ну и все можно в принципе возвращаться возвращаться только надо перезарядить меч сколько там зарядов но одну душонку можно потратить даже и две можно потратить а и уровень я же не поднял вот же блин самое это главное зачем пришел уровень не поднял значит берем мы конечно силу воли в принципе можно качнуть теперь мистицизм сейчас у нас сила воли будет 80 ловкости удачу да может быть в этом есть смысл выложим именной камушек нашего если липо так смотрим значит один навык у меня лишний мистицизм с ними 7 на 3 мы можем его смело качнуть давайте этим займемся и может быть закроем уже вопросы с гильдией магов берем с собой редгарда дуем ему меч за мной направляемся мы вивик конечно же ой нет сначала в Садритмора сначала в Садритмора оттуда вивик так этого товарища я оставлю пока здесь он меня подождет чтобы за мной не бегал а мы с вами пробежимся по-быстрому до трактира ох сейчас будет больно ай пятку сломал до трактира к нашей знакомой ордерумы повысим там мистицизм так 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 поторопился вот сюда так а что-то как-то слабенько слабенько я рубашку не надел да да ну что у меня запас сил не восстанавливается тут алчущий лежит но она его не продает а чей он кстати 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 пожалуй вот это я заберу ну ладно не будем тут заниматься дурью давайте торговлю так же повысим и повысим мистицизм раз два и три итого мистицизм восемь значит мы в принципе выполнили да условия и двух навыков тридцать ну два навыка по тридцать у меня по-любому есть поэтому бежим вивик поговорим с трибониусом давай за мной как раз тут все относительно близко что ты застрял так вивик трибониусом вот он сохранимся насчет повышения мастер волшебник в смысле еще нужно повышать ой блин 90 ну да точно архимаг же 90 может как-то он да вот можно не ждать больше повышение навыков я знаю о вашей жажде власти престижа которыми обладаю только я как гильдмастер варденфелле если вы действительно думаете что достойно занять мое место мы встретимся на арене на смертельном поединке отлично отлично закончим с этим наконец-то уже с гильдии магов а то я вроде как маг-маг а сам только по гильдии воров продвинулся так ну здесь нам придется пробежаться пробежаться так как бы удобнее было пробежаться до арены опять больно придется здесь плутать и как-то сразу выйти именно на арену тоже не плутать там и не выйти наверх сразу в яму яма арена отлично давайте подождем нашего редгарда где он там бежит и бежит ли если ищите может я его забыл опять да я его забыл я его забыл а вот он вот кстати видите проходы более широкие чем в имперских вот этих крепостях и мы с ординатором нормально разошлись значит мы здесь сохраняемся естественно естественно призываем себе алчищева так алчищева подожди где у меня щит вот он так ну и что нужно бы бафнуть наверное нашего редгарда и заходим он тут конечно начинает магичить сразу но благо паралич нормально работает и очень быстро трибониус отъехал тут кстати лежит еще до сих пор болвин виним трибониуса мы смело раздеваем забираем у него крутой амулет некроманта сопротивление нормальному оружию увеличение интеллекта на 25 пунктов блин а у меня святоша здесь и вот как быть восстановление здоровья поглощение заклинаний посох трибониуса но менее ценный для меня лично хотя вот если бы я махал этим посохом то было бы наверное неплохо но вот как быть с амулетом я честно говоря не знаю мы потратили душу вивика на этот амулет вызова святоши теперь получается его нужно убирать и заменять на вот этот вот не знаю пока что я не хочу отказываться от святоши тем более что так или иначе он мне все равно пригодится эксклюзивные зелья забираем левитацию тоже можно забрать ну и и все это мы ничего не берем отлично убираем алчущего чтоб народ не смущать отправляем нашего редгарда в альдрун ну и сам я тоже соответственно туда направляюсь только давайте проверим чтобы я точно был повышен все я архимаг значит это задание мы закрыли наконец-то у нас опять нудная пробежка только не в эту сторону именно в гильдию магов к сожалению я выяснил что будучи главой гильдии нельзя пользуясь модом вот этим которым я покупаю рабов и наемников нельзя никого нанять в гильдии то есть из членов гильдии это можно сделать только будучи главой дома либо главой храма храма трибунала то есть можно нанять ординатора если ты глава храма или каких-то там типов если ты глава дома соответствующую даже от вампиров есть как какие-то наемники я толком не смотрел так видел что они есть но нам не повезло то есть если мы поговорим сейчас с людьми это какой-то устаревший у нее диалог а вот нет можно слушать я ошибся я ошибся можно нанять все-таки этих типов но не конкретно эту тетку потому что она все-таки за телепорт отвечает давайте ка мы отправимся кого можем нанять мы можем притащить ну-ка если она еще может ходить ну-ка ну-ка да можем притащить вот эту тетку поближе туда к нашему логову но она скорее всего не может ходить к сожалению ладно пусть она тут пока стоит я подумаю было бы конечно лучше нанять кого-нибудь в гильдии бойцов маги там не не особо нужны ну ладно значит нам надо взять наплечники для нашего лучника правый наплечник и левый наплечник чтобы было вот это дело можно выложить а если я выложил в принципе мы готовы продолжать в целом но удобно видите притащить какого-нибудь торговца ой не то притащить домой какого-нибудь торговца либо возочарователя как в нашем случае налькарио притащить конечно но она не пойдет она вроде бы не в гильдии так отправляемся обратно на солнцем придется придется опять бежать с ними так все этот за мной следует но мы до вороньей скалы хотя может быть там и задание уже можно взять я кстати вижу друзья что я задержал задержал время то есть у нас уже 50 минут блин увлекся я с трибониусом со всей этой суетой поэтому мы встретимся с вами уже там на соусхеме а на сегодня это все спасибо за внимание до новых встреч